Сразу две многодетные семьи в селе Городище улучшат свои бытовые условия. Помогает им в этом кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию «Ангел» и благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Новый дом в 100 квадратов строят для семейства Рутюнян, а у семьи Хмелевых появится туалет и ванная комната. Продолжит Анастасия Конникова. Ветхий дом, прохудившаяся крыша, а внутри прогнившие полы, хлипкие стены и старая проводка. Нет воды и удобств. По ночам бегают крысы размером с кошку. Здесь живут трое детей – Лиза, Сюзанна и Арарат. Их мать Кристина не может выйти на работу из-за проблем со здоровьем у старшей девочки. Муж в одиночку не в силах вылезти из накопившихся долгов. Этот дом семья Рутюнян приобрела пять лет назад за материнский капитал. Здесь уже нереально жить. Сыпется все, Лидия на голову. Они едят, в тарелку падает. Поэтому сейчас на улице они едят, пока лето. У меня самое страшное, потому что потолок на кухне нас валится. Мы там дырку закрыли джинсами. Еще страшно мыши. Я его сейчас покажу. Спать просто хочется. Не дежурить, чтобы они залезут на них, а просто чисто поспать. Несколько лет семья находится под опекой кризисного центра «Ангел» и лично его председателя Юлии Углянской. Понимая, что дети вряд ли смогут перезимовать здесь еще один раз, Юлия стала искать возможность улучшить жилищные условия семьи. Помощь пришла из Орловской области. Мне очень хочется показать и власти, и обществу, что невозможного ничего нет. Что в каких бы условиях человек ни был, хотелось бы их улучшить. И это реально, потому что человек, благотворитель из Орловской области, который активно включился в этот процесс, он действительно тоже понимает, что деньги – это не главная ценность. Главная ценность в человеческой жизни. Совсем скоро на этом участке появится дом мансардного типа, площадью 100 квадратных метров. У ребят будут свои комнаты, вода, электричество, мебель. Если и дальше все сложится удачно, в ноябре семья отметит новоселье. Буквально через дорогу от семьи Рутюнян живет Марина Хмелева с тремя детьми, двое из которых с инвалидностью. В доме, приобретенном за маткапитал, также нет удобства и воды. Для приготовления пищи носят из колодца. А помыться такой оравой – целый квест. Благодаря помощи того же орловского благотворителя здесь появится септик, а в доме будет полноценный туалет и ванная комната. Пока всех искупаешь, пока науносишь, тяжеловато, конечно. Ходим в туалет на улице, в туалет. А зимой дети простывают часто. Вот спасибо Юлии Александровне, что помогает. Скоро работы закончат, установят сантехнику, и Хмелевым станет жить полегче. Эти два благотворительных проекта – начало новой масштабной работы Центра «Ангел». На примете у Юлии Углянской десятки нуждающихся семей. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко, Александр Балакин, 9 канал.